Стоять больше не мог. На проспекте Ямашево столб рухнул на проезжую часть. Упасть на асфальт ему помешали провода. Он на них и повис. Но движение транспорта, особенно габаритного, было сильно затруднено. Из-за чего подломилась опора, очевидцы поняли сразу. Но что делать с неожиданным препятствием? И как продолжить свой путь? Пришлось поломать голову и показывать чудеса водительского мастерства. Для устранения дорожного хаоса на место происшествия прибыли аварийные службы. Что было дальше, расскажет Сергей Хайдаров. Вот здесь держался, вот здесь вот. А вот здесь он сжавый, давным-давно сжавый, видишь? Он просто ждал. Такого поворота событий водитель мусоровоза, говорит, никак не ожидал. Рассказывает, что двигался по улице Ямашево, пока в какой-то момент прямо перед его кабиной не провисли провода. На то были свои причины. Троллейбус ударил? Да, скорее всего. А Камаз тут трос спотелил? А у нас провис, и всё, мы его сцепили. Вот представляете, штофор зелёный горит. Мы едем. И тут держится провод, тормоз. Всё, вот. Всё остальное дальше видите. После того Камаз протянул провода не по своей воле. Столб накренился и перекрыл едва ли не всю проезжую часть. Если легковые автомобили ещё могли проехать, то для грузового и общественного транспорта это было настоящее испытание. Рабочим пришлось отключать напряжение и перерезать провода. Вскоре проезжую часть освободили, а для устранения всех последствий происшествия вызвали подъёмный кран. Несмотря на серьёзную опасность, никто из участников дорожного движения не пострадал. Кто будет оплачивать причинённый ущерб, ещё предстоит выяснять. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112.